С вами Рик Реннер. Я в Иерусалиме, перед большим сооружением, называемым Башня Давида. Оно важно по ряду причин, но для нас очень важны крупные камни в самом центре сооружения. Эти камни остались от резиденции Ирода здесь, в центре Иерусалима. Говоря Ирод, я имею в виду резиденцию, когда-то построенную Иродом Великим. Но ко времени наших пасхальных событий, Ирода Великого уже давно нет в живых. И в его резиденции живет его сын, Ирод Антипа, под управлением которого находилась Галилея. А из Галилеи, как известно, в свое время и появился Иисус. Когда Иисус предстал перед Пилатом в резиденции прокуратора, что в другом районе старого города, Пилат узнал, что Иисус из Галилеи. Правитель обрадовался, я не обязан им заниматься, подумал он, и отправил его через весь город в эту башню, резиденцию Ирода Антипы. Узнав, что ему, наконец, предстоит познакомиться с Иисусом, Ирод пришел в восторг. Позвольте зачитать из моей книги «Заплачено сполна» о том, как Библия раскрывает встречу Ирода с Иисусом. В Луке 23, 8 написано, «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем». И вот что я пишу. Интересно, а почему Ирод Антипа много лет жаждал увидеть Иисуса? Библия говорит, что он много слышал о Нем. Об Иисусе в доме Ирода слышали уже давно. Об Иисусе слышали все Ироды. Слышали о Его сверхъестественном рождении. Слышали о том, как поклонницы Ему пришли вельможи с Востока. Слышали о попытке их отца, Ирода Великого, убить Иисуса, и о Его приказе истребить всех младенцев в Вифлееме. Они слышали о бегстве родителей Иисуса с Ним на руках, в Египет, и об ожидании возвращения в Израиль. Они слышали многое о служении Иисуса и о том, как Он исцелял больных и освобождал одержимых. Частые рассказы об Иисусе, несомненно, дошли до семейства Иродов. Так Ирод Антипа мечтал познакомиться с этой знаменитой личностью и много лет ожидал встречи с Иисусом. Иисус стал легендой еще при своей земной жизни. И вот Он оказался перед Иродом, который наконец-таки встретился с Иисусом лицом к лицу. Земной царь встретился с царем царей и Господом господствующих. У Ирода была к Иисусу просьба, совершить у Него на глазах чудо. Он слышал об Иисусе столько легенд и знал, что Иисус творит чудеса. Но Иисус молча отказался. Ирод рассверепел и принялся высмеивать царя царей, царя славы. Все это произошло здесь, в резиденции Иродов, что была в центре Иерусалима. Об этом мы поговорим сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Ренером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Сегодня мы узнаем, что происходило с Иисусом, когда Пилат отправил его через весь город в резиденцию Ирода. Вы видели это место во вступлении к сегодняшней передаче. Вы видели башню Давида. Но эта башня была возведена из нескольких камней, оставшихся от дворца Ирода. Здесь Ирод задавала Иисусу вопросы и допрашивала Его. Передача будет интересной, досмотрите до конца. Но напоминаю, что мы предлагаем вам мой цикл, аудиоцикл «Неизвестные факты пасхальных дней». Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Может, они неизвестны? Лишь нескольким людям, а не всем. Но для меня это было так. В детстве я не пропустил ни одной Пасхи. Каждый год я слышал одну и ту же пасхальную проповедь из года в год. И постоянно думал, а что еще известно об этой истории? Во взрослом возрасте я принялся изучать библейский, греческий, узнал Писание и узнал историю, и начал копать Евангелие от Матвея Марка Луки и Иоанна, выясняя о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа то, что мне никто никогда не рассказывал. Тогда пасхальная история буквально ожила. Все это в передачах, на которых построен данный цикл, 25 частей, и к нему есть учебное пособие с греческими словами, их значениями, истинными принципами и вопросами для размышления. Чудесное пособие для личного изучения. Или, если вы кого-то наставляете, то лучшего материала для наставничества по Пасхе не придумаешь. Скачайте уже сегодня. Мы также предлагаем ознакомительную версию книги «Заплачено сполна. Важнейшие истинные факты христовых страданий». Красивая книга, но самое главное в ней – содержание. На ее страницах – сокровища знаний, мудрости и откровения, взятые в Евангелиях, благодаря которым пасхальная история звучит по-новому. На обложке книги написано «Свежий взгляд на историю, которая казалась вам знакомой». Заплачено сполна. Захватывающий рассказ о последних днях земной жизни Иисуса. Настоятельно рекомендую вам скачать ее и прочесть. Сейчас, в пасхальную пору, хотя можно читать в любое время, это замечательная книга, и она раскроет вам полноту искупительной жертвы Христа и Его воскресения. Книга класс. Сегодня мы продолжим тему предыдущей передачи. Посмотрев ее, моя супруга воскликнула, «Правда? Я не знала этих подробностей». Как иудеи хотели устранить Понтия Пилата. Я-то думала, что дело только в Иисусе. «Рик, расскажи еще раз», – сказала она. Так что сегодня я кратко повторю сказанное ранее, ведь для большинства это что-то новое. Решив избавиться от Иисуса, иудеи также вознамерились устранить и Понтия Пилата. Он им сильно не нравился. Обычно римские наместники правили в Иудее от 12 до 36 месяцев. Если римский правитель в Иудее продержался 36 месяцев, это считалось рекордом. Иудея утопала в грубости, беспорядках, восстаниях и мятежах. Так что немногим удавалось править здесь больше 36 месяцев. А Понтий Пилат правил 10 лет. 10 лет! Благодаря столь долгому сроку правления он вошел в историю. Удержаться у власти так долго, ему помогали грубость и бессердечность. Он без труда устраивал кровопролитие. Благодаря своему стилю правления он был у власти 10 лет, иудеи его ненавидели, презирали, а он не любил иудеев. А из-за его отношения к ним они не любили его и непрестанно искали способ избавиться от Понтия Пилата. Так, в ночь, когда они привели Иисуса к Понтию Пилату, исполнилась трехсторонняя стратегия. Я кратко озвучу все три стороны и зачитаю свои заметки, так как материалов много. Первое. Иудеи хотели вывести Иисуса на римский суд. Это первый шаг. Так, они очернят его репутацию, добьются его распятия и оправдают себя в глазах народа. Для этого иудеи выдвинули два официальных обвинения против Иисуса. Первое. По их словам, Иисус призывал людей не платить подателем или налоги. Это неправда, но они так заявляли. Второе. По их словам, Иисус называл себя царем иудеев. Что ж, если им удастся доказать законность этих обвинений, то Иисуса должны будут казнить по закону. Призыв к населению не платить налоги считалось государственным преступлением, за которое Иисуса следовало казнить. Иисус называл себя царем иудеев, то есть считался прямым соперником римского императора, что также осуждалось. По римскому закону Иисуса требовалось казнить. Если иудеям удастся обосновать эти два пункта, Иисус будет осужден на смерть. Их авторитет в глазах людей поднимется на новый уровень. Это первая стратегия. Вторая. В ходе суда над Иисусом добиться, чтобы Пилата лишили власти. Послушайте. Они хотели, чтобы Пилата лишили власти по обвинению в нелояльности римскому императору, потому что он не казнил того, кто вел себя как прямой соперник императора. Они понимали, если Пилат отпустит Иисуса на свободу, весть об этом сразу же долетит до Рима. Император об этом узнает, оскорбится. Да как это Пилат такое допустил? Кто-то в Иудее называет себя царем, то есть императором, и Пилат ему ничего не сделал? Это было бы оскорблением для императора, и он либо выдворит соперника, либо казнит Пилата. Иудеи придумали замечательную стратегию. Помните, Иисус называл их гадюками, гадюками. Они вели себя как змеи, пытаясь вонзить свои ядовитые клыки в Иисуса или в Пилата. А лучше избавиться сразу от обоих. В этом и была суть их стратегии. А если Пилат откажется принимать меры против Иисуса, то, по крайней мере, можно избавиться от Пилата. Его признают изменником, нелояльным, и если он откажется распять Иисуса, все, дело сделано. Тщательно продуманная стратегия. Что уж говорить. Третье. На самом деле решение Пилата было второстепенным, ведь иудеи намеревались уничтожить Иисуса любым способом. Вот их стратегия. Возвратить Иисуса на суд Синедриона, если Пилат не распнет его, где у Совета были полномочия побить Иисуса камнями за то, что он называл себя Божьим Сыном. Если Пилат отпускает Иисуса на свободу, для иудеев это будет лучшего из всех сценариев. У Пилата будут проблемы, его снимут, а Иисуса вернут на суд Синедриона и казнят другим способом. Проще говоря, все это представление отдать Иисуса в руки Пилата было задумано, чтобы привести к политической катастрофе Пилата. А по ходу этой катастрофы, как ожидалось, можно будет устранить и того, кого звали Иисусом из Назарета. Такие вот гадюки. Они впились зубами, полными яда во всех участников процесса. Там творился ужас. Пилат дал Иисусу три возможности защититься, но Иисус не использовал ни одной. По римскому закону обвиняемому предоставлялось три возможности сказать что-то в свою защиту. И если все три возможности не использовались, подсудимому выносился обвинительный приговор по умолчанию. Иисус отверг все возможности оправдаться. Разумеется, по пророчеству Исаии. В Исаии 53 главе 7 стихе как агнец предстригущими его безгласен, так он не отверзал уз своих. Почему Иисус не защищался? Он знал, что своей смертью на кресте он исполнит замысел Отца ради нас с вами. Но Пилат никак не хотел казнить Иисуса. Просто не хотел и все. Более того, Библия говорит, что он искал повода отпустить его. И в прошлых передачах я задавался вопросом, может он увидел что-то в глазах Иисуса, а может на него повлияло поведение Иисуса. Хотя Иисус был ужасно обезображен в кровавом поту после Гефсимании, оплеванный иудейскими вождями, избит кулаками, исхлестан. Или Пилат понимал, что Иисусу уже и без того досталось, так зачем же еще распинать его? Он искал повод отпустить Иисуса. И услышав, что Иисус из Галилеи, Пилат очень обрадовался. За дела Галилеи отвечал Ирод Антипа. А в те дни он как раз оказался в Иерусалиме, чтобы вместе с иудеями отпраздновать Пасху. Пилат просто ликовал. Наконец нашлась лазейка из этой западни. Он почти сказал, так если Иисус из Галилеи, то к чему мне все эти заботы? Пусть об этом думает Ирод. Тогда Иисуса отправили через весь город в резиденцию Ирода, где Иисус предстал перед правителем. Так мы подошли к главной теме этой передачи. В Евангелии от Луки 23 главе 8 стихе написано, Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, потому что уже давно хотел его увидеть. Он много слышал об Иисусе и надеялся, что тот совершил для него какое-нибудь чудо. О каком Ироде вообще идет речь? Их же было несколько. Семейство Иродов было весьма большим. Начнем с Ирода Великого. Правление Ирода Великого пришлось на время рождения Иисуса. В момент у наших событий Ирода не было в живых, но у него осталось несколько сыновей. Сыновей, переживших отца. Нескольких сыновей Ирод убил, но трое остались. Звали их Ирод Архилай, он правил частью Израиля. Ирод Филипп правил другой областью. Ирод Антипа, перед которым как раз и предстал Иисус. Под управлением Ирода Антипа находилась Галилея. Ирод Антипа прослыл весьма и весьма нечестивым. Интересно его имя Ирод Антипа. Антипа могло быть формой слова патр, что на греческом означает отцы. И если эта форма слова патр, то Антипа означает противник отцов или противник закона и власти, противник своего наследия, символ непокорности и неуважения к власти. Это имя можно также прочитать как Антипас, где пас это все, а Анти против. А вместе получается противник всех и вся. Но как бы мы не перевели имя Антипас, оно указывает на то, что с ним трудно было иметь дело. Он неуважителен другим к другим. Он против всех, против родительской власти, против любой власти. Он Ирод Антипа. Вот какой была его репутация. Позднее это подтвердил Иосиф Флавий, писавший о том, что Ирод Антипа был тираном, нечестивцем, неуживчивым и жестоким ко всем. И теперь Иисус, царь царей и Господь господствующих, стоит перед этим Иродом Антипой. Библия говорит, что Ирод пришел в восторг. Он обрадовался. В Библии даже написано, что увидев Иисуса, глагол «увидеть», греческое слово «хорео» означает «видеть», «рассматривать». То есть можно перевести «когда Ирод рассмотрел Иисуса». Однако точнее это греческое слово означает «рассматривать с удовольствием», «пристально вглядываться», «рассматривать» с целью исследования. Так подчеркивается важная деталь о состоянии и чувствах Ирода Антипы. Когда перед ним наконец-то оказался Иисус, Ирод возрадовался. Он не просто смотрел на Иисуса, а рассматривал Его. Он изучал Его, пристально всматривался во Иисуса и любовался, осматривая Иисуса. Он сильно обрадовался, увидев Иисуса. Он оглядел Его всего и следуя, изучая стоявшего перед Ним человека. Библия говорит, что Ирод очень обрадовался, очень обрадовался. Смотрите, что это значит в оригинале. Это указывает на огромную радость, эйфорическое эмоциональное состояние человека, пришедшего в экстаз от чего-то. То есть, в душе Ирод ликовал, скакал, прыгал от радости, ведь перед ним наконец-то оказался Иисус. А почему он так обрадовался? Ответ в Библии от Луки 23, 8. Ирод, увидев Иисуса, теперь мы понимаем в греческом буквально изучал Иисуса, с удовольствием разглядывал Иисуса, рассмотрел его с головы до ног с радостью. Он очень обрадовался, испытывал эйфорию, был в экстазе. Почему? Ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем. Глагол «желал» в греческом «фело» означает «желать» или «хотеть», однако форма данного словосочетания в греческом указывает на сильное желание. Речь идет о безудержном стремлении, сильном влечении. Ирод уже очень давно и страстно желал найти возможность увидеться с Иисусом лицом к лицу. Более того, Библия говорит «давно», в греческом это слово значит «много лет» или «с давних-давних пор». Прошло много-много времени, и все эти годы, все это время, Ирод страстно желал найти возможность встретиться с этим Иисусом лицом к лицу. И вот мечта сбылась. И он на седьмом небе от счастья. А почему он хотел увидеть Иисуса? Читаем ответ. Потому что много слышал о нем. А что именно? Мы говорили об этом в прошлой передаче, но я повторю. Первое, он слышал о сверхъестественном рождении Иисуса. А как это получилось? Но он же Ирод, его отец Ирод Великий, правил на момент рождения Иисуса. Рождение Иисуса стало легендой. Ирод часто слышал об этом Иисусе, о его чудесном рождении. Второе, он слышал, что к младенцу Иисусу приходили цари с Востока. Это удивительный факт. Третье, он слышал о попытке своего отца уничтожить этого Иисуса и убийстве всех младенцев в Вифлееме. Избежать гнева Ирода Великого удавалось немногим. И Иисусу удалось. Это поразительно, и все в доме Иродов знали о младенце, что скрылся от гнева их отца. Четвертое, он слышал о том, что родители Иисуса спешно увезли его в Египет, подальше от Ирода, и оставались там до самой смерти царя. И, наконец, пятое, Ироды слышали о чудесах и исцелениях в служении Иисуса, ведь о служении Христа на земле еще при нем слагались легенды, и Иисус стал живой легендой в Израиле. Ирод слышал обо всем этом. Он слышал имя Иисуса всю свою жизнь. Это имя стало известным всему дому Иродов, но ни один из них с Иисусом не встречался. Антипа стал первым Иродом, увидевшим Иисуса лицом к лицу, и был в восторге, буквально с греческого в эйфории. Почему? Потому что надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Слово «чудо», греческое слово «симеон», означает знак, отметина, признак, свидетельствующий о правдивости заявления и подтверждающий истинность. В Евангелиях используются преимущественно при описании чудес и сверхъестественных явлений. Итак, Ирод Антипа слышал о чудесах Иисуса, а теперь Иисус стоял перед ним. Ирод хотел, чтобы каким-нибудь поступком Иисус доказал правдивость слухов о себе. Хочу увидеть то чудо, о котором только слышал. Но в Луки 23, 9 говорится, что Иисус отказался совершать для Ирода Антипы чудо по требованию. Ирод пришел в дикую ярость. В Луки 23, главе 10 стихе говорится, «Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли Его». Все это происходит во дворе Ирода. В центре событий Ирод. Ситуация повторяется. Как вы узнаете в следующей передаче, стражи Ирода и его воины, священники и книжники принялись, как говорит Библия, «усиленно обвинять Его». «Усиленно» в греческом «эфтонус» означает «изо всех сил», «со всей мощью», «усиленно», «энергично». Разговаривать не просто на повышенных тонах, а кричать, что есть силы, не сдерживаясь и не выбирая выражений. Или, можно сказать, «там поднялся настоящий гвалт». Они драли глотки, орали на Иисуса, обвиняя Его, вопили на Иисуса, словно умалишенные, потому что Иисус отказался творить чудо по требованию. Не знаю, бывало ли с вами такое, что на вас кричали и вопили все подряд, но это весьма незавидное положение. Или, когда вас обвиняют в том, что вы своими действиями не оправдали чьих-то ожиданий. И коль вы не оправдали ожиданий, на вас цеплются обвинения. Вам выказывают явное неодобрение. С вами такое случалось? Иисус это пережил. Ему это знакомо, ведь с ним такое уже было в резиденции Ирода в Иерусалиме. Ирод сказал, «Соверши для меня чудо, я этого так ждал». А Иисус отказался, как видно в Луки 23,10. И после отказа Иисуса совершить чудо на заказ Ирод, его стражи, книжники, старейшины, религиозные вожди вышли из себя и принялись усиленно обвинять его. В греческом буквально рвали глотки, словно слетевшие из катушек, поливая Иисуса грязью. Если с вами такое бывало, Иисус вас понимает. Придите к Иисусу, расскажите Ему, как вам наговорили гадостей. Он правда понимает и обязательно поддержит. Наше время истекло. Через минуту я вернусь и мы помолимся. От дворца Понтия Пилата и до самой Голгофы каждый свой шаг к распятию Иисус сделал, думая о вас. Библия говорит, что Иисус умер, чтобы заплатить сполна за нашу грехи. В книге «Заплачено сполна» Рик Реннер подробно рассказывает о последних часах жизни Иисуса на земле. Из этой книги вы узнаете о естественных и сверхъестественных деталях встреч и разговорах на пути Иисуса Христа от Гефсиманского сада до Голгофского креста. «Заплачено сполна» – это захватывающее повествование о любви и искуплении. Более глубокая и детальная, чем история, которую обычно рассказывают в воскресных школах. Скачайте ознакомительную версию книги «Заплачено сполна» «Важнейшие истины и факты христовых страданий». Также вы можете скачать аудиосерию «Неизвестные факты пасхальных дней» «Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». В этих 25 программах Рик Реннер рассказывает о самом известном событии в мировой истории и делится новыми фактами и размышлениями о том, что происходило в сердце Иисуса, какие душевные страдания Он испытывал в свои последние дни на земле. Скачайте на сайте IGNC.org Это поможет вам стать духовно сильнее, обрести ценные библейские исторические знания. Вы по-новому познаете силу Голгофского креста и план Божьего прощения. Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Зайдите на наш сайт IGNC.org и скачайте эти материалы уже сегодня. Меня зовут Джоэл Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Благая весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста. А после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам встать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGNC.org. Помогая нам, вы помогаете другим. Сегодня мы говорили о словесных оскорблениях, которые пришлось выслушать Иисусу в Иерусалимской резиденции Ирода. Этот дворец построил Ирод Великий, который к тому времени умер. Так что здесь жил один из его сыновей, Ирод Антипа, правитель Галилеи. Он отвечал за Галилею, и поэтому Пилат отправил Иисуса на суд Ирода в эту самую резиденцию. Ирод пришел в ярость, когда Иисус отказался творить для него чудо на заказ, по требованию. Библия говорит, что Ирод, его охранники, книжники, старейшины и все религиозные вожди принялись усиленно вопить, кричать на Иисуса. Слово «усиленно» в греческом «евтонос» означает «кричать, как умалишенные». Они потеряли контроль над собой и принялись словесно оскорблять Иисуса. А он просто сидел там и сносил это. А что ему еще оставалось? Поэтому Иисус понимает, каково вам, когда вас поливают грязью. И Иисус понимает. Позвольте за вас помолиться. Отец, во имя Иисуса, благодарю Тебя за то, что Ты понимаешь. Благодарю, что Иисус понимает все, с чем мы сталкиваемся. Сегодня я молюсь о каждом, кто испытал оскорбление, моральное давление и физическое насилие, потому что повели себя вопреки всеобщим ожиданиям. Я молюсь об утешении Святого Духа и мудрости в том, как поступать в этих обстоятельствах со властью во имя Иисуса. Аминь. Вот так. Здорово. Эта передача входит в аудиоцикл «Неизвестные факты пасхальных дней. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». Рекомендую скачать бесплатно. Благодаря Ему для вас станут гораздо понятнее все пасхальные события. Также доступна ознакомительная версия книги «Заплачено сполна важнейшие факты и истинных Христовых страданий». В следующий раз мы отправимся в резиденцию Ирода и увидим, что еще было с Иисусом во время суда Уирода Антипы. Помните Иклесиас 184? Вот они. Там, где Слово Царя, там власть. Это сущая правда. Пусть сегодня в вашей жизни явятся силы Божьего Слова. До следующей передачи. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова